Гость в студии. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели. Как провокация или как действительно попытка, ну, где-то сделать себе политическое какое-то, ними набрать политических очков, вернее? Вы знаете, я думаю, что приблизительно пройдет неделя, и мы сможем, как бы, этому событию дать оценку. Для наших уважаемых слушателей поясню, что несколько лет назад я закончил эту работу, но не менее 10 лет работал там в частной крупнейшей российской коммунальной компании, которая эксплуатирует и тепловые сети, и водоканалы на территории всей страны. Поэтому есть несколько вещей, которые я, как и вице-губернатор Иванов, могу назвать враньем. То есть нижегородцев пытаются убедить в том, что частная компания – это повышение тарифов. То есть эти две вещи, они не связаны вообще никак, абсолютно. Тарифы в нашей стране повышаются специальной службой, которая там раньше называлась Федеральная служба по тарифам, сейчас она вошла там в состав антимонопольного комитета, и это повышение тарифов строго ограничено государством. То есть не может никакая частная компания по своей воле повысить тарифы. Снизить может, повысить не может, но тем не менее даже понижение, и то определяется соответствующим постановлением. В Нижнем, ну, в Нижегородской области это подразделение называлось Региональной энергетической комиссией, располагается на улице Пескунова. То есть это важная составляющая часть принципиальной лжи, да, в которой говорится о том, что частная компания равно повышению тарифов. Вообще никак не связано. Второе, там, что принципиально важно. Как я уже там говорил, то есть там рассказывал неоднократно, когда мы говорим и используем слово приватизация, в чисто юридическом смысле, там, компании, теплоэнерго и водоканал приватизированы уже давно, это акционерные общества. Они принадлежат муниципалитету, но преобразование из муниципального унитарного предприятия в акционерное общество с точки зрения действующего законодательства, это и есть приватизация. Поэтому идет некоторая игра слова. Третье, компания, значит, одна из которых я возглавлял, называлась Ульяновский областной водоканал. Поэтому мы далеко не первый город на территории страны, в котором ведутся попытки провести укропнение коммунального хозяйства. Если, там, те, кто занимаются экономикой, прекрасно знают и прекрасно понимают, то есть, Лукойл, там, к примеру, нефтяная компания, вертикально интегрированная компания, там, Вагит Олегперов написал даже книжку про создание, там, так называемых ВИКов, вертикально интегрированных компаний, там, где объединено разведка, добыча, переработка, избыт. В коммунальном секторе укропнение не происходило. Соответственно, там, попытки укропнить, сделать предприятия более крупными идентичны тому, чем занимается сам глава города в своей строительной отрасли. Создание, там, крупного полуторговых центров, ну, и, как бы, и монополизация этой деятельности. Поэтому крупнейший частный собственник, который владеет огромными в частном владении площадями земельными под застройку, переживает по поводу приватизации, я склонен здесь разделять позицию вице-губернатора и специально, там, процитирую, там, ну, вот, взял с собой листочек, что он там дословно сказал. Пусть все знают, в соответствии с федеральным законодательством отчуждение в частную собственность объектов коммунального хозяйства запрещено. Поэтому все разговоры про частную лавочку отпадают. Это вранье. То есть это не моя оценка, это оценка высокопоставленного областного чиновника. И думаю, что вот в течение недели, ну, как бы, сложится понимание, что Олег Валентинович, скажем так, недобросовестно пользуется информацией, либо его помощники, там, в силу незнания или злого умысла, ему эту информацию предоставляют. То есть вопрос не в самом факте, а в его интерпретации, как я понимаю. На этом сейчас можно спекулировать очень легко. Безусловно. То есть речь идет о вымышленном событии. То есть злые люди, злые люди, как бы, говорят следующим образом. Они говорят, вот, то, что говорит Сорокин про приватизацию, это фантастика. А вот торговый центр фантастика, это реальность. Он стоит и приносит деньги. Ну, скажем так, представитель одного из СМИ, очень сильно там лояльных, коллегу Валентиновичу обратился ко мне вчера за комментарием. С рассказом о том, что Олег Валентинович предъявил некие документы. На вопрос резонный мой. Я готов прокомментировать все, что угодно, там, кому угодно, вне зависимости, там, ни от моих, ни от оппонентов политических воззрений. Дайте документы посмотреть. Вопрос отпал. Документы мне представлены не были. Но ведь что-то глава города передавал, да, в присутствии депутатов в законодательной... Я боюсь, что это что-то при внимательном изучении, рассмотрении публикации вызовет, как бы, смех, потому что, ну, скажем так, скорее всего, это напоминает Филькину грамоту и в юридическом смысле бессмысленный документ. Напоминаю, что беседуем в прямом эфире на НРадио. Журналистам, общественным деятелям Леонидом Сухотериным разбираемся вот в тех громких заявлениях, которые звучали накануне в стенах законодательного собрания Нижегородской области. Смотрите, еще одна страшилка, да, о которой говорит глава города, что вот эта самая НОКК, да, вот большая эта коммунальная компания, она убыточная. И даже Олег Валентинович какие-то цифры называл, говорил, что там со знаком минус, называя страшное там число миллионов рублей. И переживание идет за то, что вот коммунальные компании Нижегородские передадут в эту убыточную лавочку, и что, дескать, будет с коммунальным хозяйством Нижнего Новгорода. Вот это еще один из таких аргументов, которые он приводил, скажем так, вот в этом докладе, если можно так сказать. Ну, вы знаете, то есть, скажем так, я понимаю Олега Валентиновича, он профессиональный, опытный, успешный бизнесмен. Он не может отойти от логики вот успешного бизнесмена. И, соответственно, когда он разговаривает с нами, с простыми избирателями, он пытается приводить аргументы, которые ему кажутся значимыми и важными, а по сути являются пугалками. То есть вопрос убыточности или неубыточности конкретного юридического лица в 2013 году, когда сейчас идет 2015 год, это вопрос некой какой-то темной истории. То же самое можно рассказать там, как бы, о его деятельности, вспомнить в Дорожном фонде, как, как бы, работа им была организована, что произошло, там, ну, и иные истории, связанные с Дорожным фондом. Фактом является следующее. Укропнение коммунального сектора, если вдруг кто-то решится на это. То есть я вообще рассуждаю следующим образом, то есть областная власть не сможет провести до конца укропнение коммунального сектора, потому что слишком много противоречий, поэтому мы будем иметь мощные нефтяные компании и, там, слабые раздробленные коммунальные. То есть прекрасно, там, и вы, и я, там, понимаем, что объединение усилий дает, ну, используем слово, там, из бизнес-лексикона Олега Валентиновича, синергетический эффект. Понятно, что, там, единая система закупок техники, единая система закупок труб на области, единая система, там, профессиональных стандартов, единая система безопасности. То есть понятно, что это снизит издержки, а не повысит их. При этом, там, при убыточность какого-то конкретного юридического лица с какой-то неизвестной для, там, наших слушателей деятельности, ну, это вот можно, как бы, выглянуть вот через окно, там, на улицу. А вот, скажем так, почему газон это не стриженый у Олега Валентиновича? То есть, ну, как бы, мешать кислое с прессом, как это говорится. Олег Валентинович говорит, что это не у него, а вот у бывшего главы администрации. А вы знаете, вот, как бы, работники его штаба сегодня утром на Фейсбуке опубликовали разъяснение, что вся власть в городе принадлежит Олегу Валентиновичу. Он единственный глава города по уставу. И вообще, как бы, это ошибка такая, там, юридическая, ну, не имеющая, там, как бы, юридических последствий, но это такой юридический казус. Не надо было сити-менеджера называть главой администрации, надо было назвать его секретарем, там, райисполкома, дословно цитирую по посту, там, уважаемого, мной абсолютно уважаемого человека, но в данном случае представляющего интересы Олега Валентиновича. Но, вы знаете, это, там, классическая ситуация. Вот вы приходите, там, в гости к директору завода, да, и говорите, слушай, ну, всё, вот, я журналист, вот, всё у тебя хорошо, но у тебя, вот, там, окурки перед входом валяются. И вам директор завода говорит, это не я, это вот дворник виноват. То есть, ну, условно говоря, в какой-то момент Олег Валентинович говорит о том, что он представляет интересы нижегородцев, а как дело касается, там, практической дырки, там, на тротуаре, всемашка, вот просто, вот здесь, тут, за углом, да. А это не наше уже сразу начинается. Это всё, это вот кто-то другой, это вот кто-то другой. Леонид, такой вопрос, времени, понятное дело, у нас мало, остаётся в нашей беседе, но вот этот нашумевший законопроект о реформе местного самоуправления, всё-таки, да, он так трудно идёт. В этой неделе мы встречались с его инициатором, Валерием Осокиным, депутатом законодательного собрания. Всё-таки, если судить с точки зрения простых нижегородцев, наших радиослушателей, вот эти все дрязги по поводу того, сколько должно быть голов, две, одна, как она должна назначаться, стоит ли выражать какие-то опасения, что, вот, дескать, сейчас, где-то интересы нижегородцев, избирателей, вот, в ходе этой реформы будут ущемлены, потому что, вот, дескать, не сможем мы влиять на голову города, или нет, или всё это, опять же, словесные какие-то такие выражения. Ну, вот с моей точки зрения, самым ущемлённым народом в мире является народ Соединённых Штатов Америки. Они не могут своего президента избирать. Они избирают каких-то выборщиков, которые уже без их участия и совершенно без каких-либо обязательств могут голосовать совершенно по-другому, что и происходило в известных случаях, когда, там, Гор проиграл, потому что выборщик проголосовал совсем не так, как ему вроде бы, там, ментально поручали избиратели. Его избирали, там, голосовать за Гора, а он проголосовал за другого президента, и так Альберт Горт, вице-президент, не стал президентом Соединённых Штатов Америки. Безусловно, всеобщее избирательное право подразумевает, как бы, в теории этого вопроса, как говорят нам классики, да, разделение на стопроцентное участие всех имеющих право в голосовании, в голосовании, и профессиональное определение некоторых вопросов. Весь смысл избрания депутатов состоит в том, чтобы не голосовать, каждый раз по каждому вопросу, не проводить референдум по каждому вопросу, а делегировать эти полномочия. Соответственно, мы постепенно, там, как бы, год от года двигаемся, ну, в большей степени, там, к некой американской модели, когда у людей, наделённых соответствующими полномочиями, выборщиками, да, то есть, есть возможность, ну, как бы, профессионально оценивать, там, качество тех или иных кандидатов и влиять на них. Мне, с точки зрения, вот, моей личной, прийти-то одна идея, когда настоятельно говорится, а давайте в нашем маленьком регионе, который, там, всего 3 миллиона человек, давайте, вот, будем избирать и главу города, значит, всеобщим тайным равным голосованием и губернатора. То есть, у нас будет, там, 2 человека, а мы, как бы, из вредности будем наблюдать, там, за их конфликтом, значит, потому что и один стопроцентно наделён полномочиями, и второй-то на него влиять не может. И те, и те всенародные избраны, да, и те, и те всенародные избраны, но в разный год под разное настроение, и вот они, там, договориться не могут, а мы говорим, а вот, зато у нас, там, значит... Политическая жизнь, да. Да, 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 активной политической жизни всё хорошо. Поэтому, там, есть, там, губернатор, на сегодняшний день он обладает, там, высочайшим, там, кредитом доверия от населения. Безусловно, ему нужно взаимодействовать со всеми органами местного самоуправления на территории области. Поэтому подменять историю о том, что речь идёт о изменении, об изменении правил для всех районов области, рассказом о том, что это касается только Нижнего Новгорода, ну, не совсем справедливо. Спасибо, Леонид, за реплику в прямом эфире ННРадио. Думаю, что ещё мы обязательно встретимся здесь, в этой эфирной студии. Журналист-общественный деятель Леонид Сухотерин был в гостях на ННРадио. Продолжает он нам помогать разбираться в той ситуации, которая складывается сегодня в Нижегородской области. В нашем эфире информация с дорог города уже через пару мгновений.